На улице Блюхера в этом году заменили участок теплотрассы. Основная схема была собрана и уложена в специальный канал. Возле школы восстановили асфальт на дороге и тротуарах. Сейчас подрядчик продолжает приводить в порядок благоустройство дальше по улице. Но из-за сложностей и особенностей участка работы затянулись и вышли за сроки, предусмотренные контрактом. Если погода ухудшится, то часть работ перенесут на весну следующего года. По каким причинам это произошло, на месте с представителями ресурсоснабжающей организации обсуждал исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он отметил, что из сложившейся ситуации нужно вынести опыт, чтобы избежать этого в следующем строительном сезоне. А также призвал подрядчиков ускорить выполнение работ, чтобы успеть до первого снегопада. Нам с вами нужно в ближайшее время ставить план работы на следующий год. Нам его нужно совместить с благоустройством, чтобы не было, так сказать, пересечений. И, соответственно, максимально в следующем году его выполнить. То есть сейчас надо, конечно, все это заканчивать и доделать. В любом случае штраф вы не избежите. Большая важная работа, которую надо делать. Надо делать системно и на самом деле вовремя, чтобы люди понимали, когда начинается, когда заканчивается. Проверил Иван Носков и работу по перекладке труб на Пензенской. Это один из трех участков, где продолжают собирать основную монтажную схему. Здесь местами уже начали и работы по восстановлению благоустройства, но большую часть таких работ все же придется делать весной. Всего же в этом году модернизацию теплосетей проводили на 24 участках. Так как замена труб сопровождается монтажом временных схем, то потребители не остаются без горячей воды. Текущую ситуацию по отопительному сезону обсудили и на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. Исполняющий обязанности главы города поручил принимать соответствующие меры по объектам, где нарушены установленные сроки. Андрей Горгулинко, Константин Головин. События.